Итак, доброе утро всем. Мы начинаем. Меня зовут Анна Лазарева, я ведущая телеканала «Россия-24». И прямо сейчас мы открываем второй Евразийский строительный конгресс и начинаем пленарное заседание, которое в этом году носит название «Новые технологические горизонты развития строительной отрасли на пространстве ЕАЭС и Большой Евразии до 2030 года». Посвящено оно самым актуальным вопросам, в частности, вопросам кооперационных и интеграционных процессов цифровой и технологической трансформации. Ну и перед тем, как мы начнем, собственно, нашу дискуссию, я хотела бы предоставить слово, выступить с приветственной речью нашим почетным гостям, соучредителем Международного строительного чемпионата. Александру Николаевичу Ломакину, первому заместителю министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, соорганизатору третьего Международного строительного чемпионата. Ну и следующий выступающий, Геннадий Станиславович Сахаров, отдельно представлю. Доброе утро, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Я рад приветствовать участников Второго Евразийского строительного конгресса, который проходит в рамках нашего третьего уже Международного строительного чемпионата. Вообще глобальная миссия чемпионата – это направлять достижения строительной отрасли и высокие современные технологии на благо человека и общества. Целью чемпионата является обеспечение опережающего развития строительной отрасли в интересах людей, государства и бизнеса. Темой нашего текущего третьего чемпионата является технологии нового времени. Хотелось бы подчеркнуть, что строительная отрасль России объективно тесно связана с экономикой стран ЕАЭС и Большой Евразии, как общее наследие единого народного хозяйственного комплекса бывшего Союза Советских Социалистических Республик. В течение последних 30 лет экономики стран бывшего СССР самостоятельно интегрировались в глобальный рынок, в мировую систему распределения труда. В настоящий момент в России идут процессы импортозамещений и перестройки логистики. Выстраиваются новые производственно-технологические цепочки. Прежде всего на пространстве ЕАЭС и Большой Евразии. Руководством страны поставлена задача обеспечения технологического суверенитета. В целях укрепления действующей промышленной политики важно уделить внимание совместной кооперации, объединению усилий, выработке согласованных мер и совместных решений, гармонизации норм, укреплении цифровой независимости, постоянного технологического обновления и повышения глобальной конкурентоспособности промышленности на евразийском пространстве. Одним из больших шагов вперед стало решение Высшего Евразийского экономического совета об обеспечении функционирования единого рынка услуг в сфере строительства на пространстве ЕАЭС. Еще одним важным шагом сегодня отмечается необходимость создания условий для развития промышленных коопераций и совместных предприятий в территориальном секторе экономики. Минстрой России приветствует проведение Евразийского строительного конгресса как представительного форума на пространстве евразийского сообщества для обеспечения насущных вопросов интеграции и кооперации в области строительства. Уверен, что Конгресс пройдет в конструктивном и созидательном ключе и принесет желаемые результаты. Коллеги, я еще раз рад всех поприветствовать, рад вас всех видеть. Мы со многими из вас общаемся, работаем, взаимодействуем в ежедневном режиме. Я благодарен, что вы смогли найти время, возможность приехать на наш чемпионат для того, чтобы поделиться опытом, пообщаться, обсудить насущные проблемы и найти пути решения этих проблем. Желаю всем успешной работы на нашем чемпионате. Спасибо. Спасибо, Александр Николаевич. Ну и слово предоставляется Геннадию Станиславовичу Сахарову, директору по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе госкорпорации «Росатом», соорганизатору третьего международного строительного чемпионата и второго Евразийского строительного конгресса. Коллеги, добрый день. Решите, прежде всего, от лица государственной корпорации «Росатом» поприветствовать вас всех, поблагодарить за то, что вы приехали на наш чемпионат. Он уже проводится третий раз, он действительно международный чемпионат. В этом году у нас принимают участие в нашей деловой, выставочной, конкурсной части «31 страна». Конечно, мы хотели бы в перспективе, чтобы «31 страна» принимала участие в конкурсной программе, поэтому это просьба, пожелание. Где-то, может быть, мы немножко не доработали, потому что, на самом деле, было много стран, которые желали выступить, но вот немножко мы позже с ними, наверное, начали контактировать. Поэтому приглашаю вас на следующий чемпионат. Мы на закрытии объявим место, где он будет проводиться. Очень для «Росатома» важно, что действительно на чемпионате уже наш чемпионат стал такой площадкой Евразийского строительного конгресса. Почему? Да, потому что, как вы знаете, «Росатом» является международной глобальной компанией. Мы сегодня работаем в 10 странах мира, строим 23 энергоблока за рубежом. И поэтому для нас это не пустой звук, да, международное сотрудничество, международная кооперация. И я, конечно, хотел бы пожелать нашему Евразийскому строительному конгрессу пройти удачно и эффективно. Тем более, вот я Ольге сказал, да, что по сравнению с первым Евразийским строительным конгрессом и вторым – это небо и земля, уже совершенно другой масштаб и так далее. Но решение первого Евразийского строительного конгресса нас тоже подвинули далеко вперед. Поэтому желаю нам успехов, да, и эффективной работы. Спасибо большое. Большое спасибо, что так обозначили тематику нашего сегодняшнего мероприятия. Ну и время представить участников предстоящего разговора. Низум Мирзазада – председатель комитета по архитектуре и строительству при правительстве Республики Таджикистан. Анатолий Иванович Нечкасов – председатель Республиканского союза строителей Республики Беларусь, заслуженный строитель Республики Беларусь, чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь. Господин Ньян Мьинд Кьо – профессор Янгонгского технологического университета Республики Союз Мьянма. Рикардо Карбаха-Чилала – заместитель министра строительства Республики Куба. Валерий Евгеньевич Захаров – начальник отдела предпринимательства, услуг и инвестиций, Департамент развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии. Михаил Евгеньевич Мыскин – директор Департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ. Олег Васильевич Мельников – исполнительный вице-президент, начальник Департамента банковского сопровождения контрактов «Газпромбанка». И Данил Сергеевич Новицкий – генеральный директор инвестиционно-аналитической группы ПКР. Ну и коротко хочу обозначить, как будет проходить наше мероприятие. У нас есть один центральный доклад, его представит Данил Сергеевич Новицкий. И, в общем-то, я предлагаю начать с него. Компания, инвестиционно-аналитическая группа ПКР, активно работает с Евразийской экономической комиссией. И в рамках цифровой платформы инвестпроекты России и ЕС отслеживает динамику инвестиционной активности, а также абсолютно все новые проекты, касается этой инфраструктуры, гражданского строительства или же промышленного строительства. И готовит также отраслевую аналитику по объему и динамике как частных, так и государственных инвестиций. И вот что можно сказать о текущей инвестактивности в рамках реализации совместных проектов на пространстве ЕС, я и предлагаю послушать, а вы нам расскажите. Здравствуйте, коллеги. Меня слышно? Я бы хотел попросить... Да, презентация. Здравствуйте всем. Я очень рад всех приветствовать. Мы подготовили действительно несколько таких серьезных цифр для сегодняшней встречи в партнерстве с Евразийской экономической комиссией. И хотели бы сегодня вам их представить. Коллеги, у нас технические специалисты есть? Кто командует перемещением слайдов на экране? Спасибо. Ну давайте начнем. В общем, мы хотели бы рассказать вам о том, что мы видим, что происходит в инвестиционной сфере на территории Евразийского экономического союза. И мы дали такое определение, так как у нас сегодня представлено много стран, не только Евразийский экономический союз, а ЕАЭС плюс. Это Россия, Казахстан, Беларусь, Армения, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. Мы прибавили две страны еще, потому что мы видим, что они очень активно сотрудничают с ЕАЭС. И мы подумали и посмотреть их тоже, тем более они присутствуют сегодня. Мы хотели бы вам рассказать о тех движениях инвестиционных средств именно в строительстве. И осознанно специально убрали те деньги, которые ходят внутри стран на покупку уже действующих предприятий или на так называемое слияние и поглощение. Этот рынок остался за этими слайдами. В выборку, как сказала Анна совершенно верно, включены все проекты в сфере гражданского, промышленного, так называемого транспортного и инфраструктурного строительства. Мы убрали жилищное, потому что… В общем, убрали жилищное. По всем формам мы хотели бы вам показать аналитику. Это и частные инвестиции, инвестиции в сфере государственного частного партнерства, государственные и компании с государственным участием. Мы посмотрели проекты, которые находятся на следующих инвестиционных стадиях реализации. Планирование, предпроектные проработки, проектирование, подготовка к строительству и, собственно говоря, строительство. Проекты, которые уже введены в эксплуатацию на сегодняшний день, в этом анализе не участвуют. А также мы внимательно отслеживаем проекты, которые приостановлены на территории евразийского пространства или отменены. Они также не участвуют в расчетах. Следующий слайд, пожалуйста. Мы видим на сегодняшний день общий объем инвестиций в Россию – это 145 триллионов рублей, что сопоставимо практически с ВВП Российской Федерации. Это практически 50 тысяч инвестиционных проектов. Из-за санкций международных, которые Российская Федерация на сегодняшний день преодолевает, 21,5 триллиона рублей в проектах приостановлен. А чуть ниже разбивка, вы видите, между частными инвестициями ГЧП, компаниями с госучастием и государственными. Примерно они делятся пополам – частный сектор и государственный сектор. Пожалуйста, следующий слайд. Из этих 145 триллионов мы фиксируем, что на сегодняшний день в строительстве находится чуть более 30% проектов. Это больше 17 тысяч инвестиционных проектов на более чем 44 триллиона рублей. Что, на наш взгляд, очень хороший показатель. Мы фиксируем рост инвестиционной активности за последние 12 месяцев в промышленном строительстве. Нам кажется, что промышленное строительство имеет мультипликативный эффект на рост ВВП Российской Федерации. Поэтому мы хотели бы вам рассказать и сделать акцент именно на промышленном строительстве. Посмотрите, рост 3,8 совокупный, 4,2 – это те отрасли, которые получили прирост, и прирост очень солидный. А вот упало за год деревообработка с известными событиями, об этом говорил Владимир Владимирович Путин. И вот минус 400 миллиардов рублей сейчас в деревообработке, если эти данные между собой спрессовать, то получится рост 3,8 триллиона рублей в инвестиционной массе. На первом месте, как вы видите, находится химическая промышленность, там рост 1,7 триллиона рублей. Мы, если чуть больше подумать, поразмышлять над этим слайдом, видим, что эти деньги – это, опять же, как я сказал, все стадии, и примерно 30% из них – это строительство, как мы чуть выше говорили. И мы видим, что постепенно в следующие годы, в 2024, 2025, 2026, это обязательно даст нам прирост валового внутреннего продукта. И мы хотим верить, что эти инвестиции позволят России выйти на более существенный рост ВВП, чем даже в этом году. Мы ожидаем, что это будет 4, 5 или даже 6,7% годовых. Следующий слайд, пожалуйста. Мы рискнули сделать вот такую табличку, и давайте снизу ее начнем читать. Вот смотрите, это те страны, которые из России ушли. Вот Финляндия – это сосед Санкт-Петербурга, очень много было в северо-западном регионе инвестиций от финнов. Вот смотрите, на сегодняшний день их практически не осталось. 8 миллиардов рублей – это стоимость одного-двух заводов. То есть они практически свернули все свои инвестиционные проекты. До этого это были сотни миллиардов рублей. Сейчас это всего лишь 8,7. Опять же, это ongoing инвестиции. То есть те инвестиции, которые сейчас в процессе реализации. Германия – 12 миллиардов, Соединенные Штаты – 7,6. Италия – 2,7 миллиарда рублей. А вот вверху – это наши новые партнеры. Китай, посмотрите, почти 2 триллиона рублей на периоде с 2023 по 2030 год. Удивительно, но Евразийский экономический союз дает Российской Федерации почти полтриллиона рублей инвестиций вот прямо сейчас. Франция, которая никак не может решить, что делать с Арктикой, с ПГ-2 – 400 миллиардов рублей. Поэтому вот такая стрелка ни туда, ни сюда. Индия – 147 миллиардов рублей и рост. И страны Персидского залива – 60 миллиардов рублей в Россию и снова рост. Давайте, пожалуйста, дальше. Теперь давайте поговорим немножко о евразийском инвестиционном пространстве. Вот слева 60 – это совокупный межстрановый объем инвестиций стран ЕАЭС и России, и стран ЕАЭС плюс 1,9 триллиона. Они, как мы видим, мы можем ошибаться. Но в целом, я думаю, цифры примерно тренды отражают. Может быть, мы какие-то проекты упустили, но я думаю, что 90% мы фиксируем точно. 62% – это инвестиции России в страны ЕАЭС. Это 124 проекта и 1,2 триллиона. А вот инвестиции стран ЕАЭС в Россию – это 584 миллиарда рублей. И вот мы выделили еще такой сектор небольшой – это взаимные инвестиции стран-членов ЕАЭС между собой. Около 7% – 116 миллиардов. Ну, что можно сказать, что действительно Россия инвестирует в наши страны, партнеры на евразийском пространстве. В Казахстан идут деньги, в Киргизию идут деньги, в Узбекистан, в Таджикистан, в Армению, в Беларусь. Ну и мы видим, что эти суммы практически в два раза больше, чем те деньги, которые мы получаем. Собственно, наверное, этого и ожидалось. Можно следующий слайд, пожалуйста. А это так называемый, мы попытались этим слайдом представить интеграционный эффект экономик в инвестиционной ее части между этих стран ЕАЭС+. На первом месте Казахстан. Смотрите, там 876 миллиардов рублей от России, Узбекистана и Киргизии. Кыргызстан. И Казахстан, по нашему мнению, является основным бенефицером вот этого евразийского инвестиционного экономического пространства. Совокупный интеграционный эффект в инвестициях достиг уже 876 миллиардов. И это 40% от общего объема инвестиций в Казахстан. На втором месте Кыргызстан, 30% от всего общего объема инвестиций, там 300 миллиардов. И на третьем месте, собственно говоря, Россия, почти 600 миллиардов. И для Узбекистана тоже существенно 103 миллиарда рублей. Следующий слайд, пожалуйста. Это тоже своего рода инвестиции, но инвестиции через технологии и строительство. Мы знаем, что Русатом хочет построить атомную электростанцию в Узбекистане, но если мы правильно разобрались в структуре сделки, то как генеральный подрядчик. И вот мы выделяем здесь практически инвестиционный проект с участием российского генерального подрядчика в строительстве атомной электростанции на 1 триллион. И еще несколько проектов, где российские проектировщики или строители участвуют в реализации инвестиционных проектов в республиках. Это строительство гидроэлектростанции в Кыргызстане, строительство заводов химических удобрений в Белоруссии и строительство хвостохранилища, например, полиметалла. Следующий слайд, пожалуйста. Вот это те самые компании, которые инвестируют. Это, как мы видим с вами, и компании государственные, привычные нам имена, но и также и частные компании. Что в сложившейся ситуации в Российской Федерации, если смотреть первые три столбца слева направо, то это те самые российские компании, чьи деньги идут в эти страны евразийского пространства. Мы поставили в скобках то, куда инвестирует та или иная компания. Вы видите очень много российских компаний средней руки, частной компанией. Техно Николь, например, Фармсинтез, Хлебпром, Экокультура, Вайлдберес, которая везде настроила своих логистических центров и продолжает их строить. И вот, собственно говоря, нам кажется, что это очень здорово, потому что как бы в условиях международных санкций для российских компаний, частных компаний, средних, малых и крупных, евразийское пространство стало таким органичным рынком для развития и следующим шагом в их инвестициях. А чуть правее в таблице представлены как раз те инвестиции, которые мы видим, получает Россия от наших партнеров. Те компании, которые инвестируют, перечисленное количество проектов и объем инвестиций. Следующий слайд, пожалуйста. Иностранные инвесторы Казахстана. Мы дальше сделали несколько слайдов по каждой стране. Я пробегусь по ним коротко, чтобы много времени не занимать. Основной инвестор Казахстана Российской Федерации, по нашему мнению, мы видим там инвестиции около 800 миллиардов. Китай на втором месте. Также присутствует Швейцария, Турция, Германия, Соединенные Штаты Америки. Ну, для Казахстана Россия партнер номер один. Следующий слайд. Это те крупнейшие проекты, которые Россия ведет в Казахстане. Проект Роскосмоса, проект той самой «Экокультура», о которой я говорил по соединению тепличного комплекса. Нидрометаллургический комбинат полиметалла. Еврахим инвестирует в Казахстан. Также Роскосмос, русская медная компания, АвтоВАЗ, русский водород и некоторые другие российские компании. Следующий слайд, пожалуйста. Узбекистан. Для Узбекистана этот интеграционный эффект тоже довольно значимый. Как будто бы нет, но на самом деле значимый, потому что если мы уже могли бы посчитать тот проект, который хотел бы реализовать Росатом в Узбекистане, то тогда Российская Федерация выходит на первое место по объему инвестиций, а сейчас в Узбекистане вот такая вот структура иностранных инвестиций, где Соединенные Штаты Америки на первом месте, Китай на втором, а Казахстан на четвертом месте. Следующий слайд, пожалуйста. Это те проекты, которые Казахстан ведет в Узбекистане. Вот мы видим, что завод по производству фосфорных удобрений в общем объеме почти 65, чуть больше, миллиардов рублей Казахмыс инвестирует. Следующий слайд, пожалуйста. Это инвестиции России в Узбекистан. Опять же, Вайлберис, Фармасинтез, Геоинвест, Русал и даже Колобовский текстиль. Вот с этими проектами мы видим, что все проекты анонсированы, заявлены и пока находятся на ранних стадиях реализации, на стадии планирования или предпроекта. Следующий слайд, пожалуйста. Кыргызстан. Российская Федерация на втором месте. На первом месте огромный объем китайского капитала в Кыргызстане, но также есть и другие страны. Казахстан, Узбекистан, вы видите. В общем, Кыргызстан очень активно, очень активно сотрудничает и получает много бенефитов. Следующий слайд, пожалуйста. Это, опять же, те конкретные проекты, которые мы фиксируем из Российской Федерации в Кыргызстане. АБЭЭНЕРГО, тепловая электростанция, ЮНИФРОСТ, АТОМЭНЕРГОПРОМ, РОСАТОМА и логистический центр компании Инвест Бизнес Консалтинг. Следующий слайд, пожалуйста. Казахстанский проект в Кыргызстане по производству IT-городка. Следующий. И проекты Узбекистана в Кыргызстане, опять же, представлены здесь. Следующий слайд, пожалуйста. Иностранные инвесторы в Беларуси. Вот мы видим эти страны. Вот в таком объеме почти 50 миллиардов рублей присутствует Россия в Республике Беларусь с 20 проектами. Также, как я говорил ранее, сотрудничество между нашими странами происходит еще и в области технологий и строительства, не только инвестиций. И вот там вот такой маленький маркер говорит о том, что мы также еще и проектируем, наши проектировщики проектируют в Беларуси. И, опять же, строительные компании выполняют строительные подряды. Можно, пожалуйста, следующий слайд. Вот те конкретные проекты Российской Федерации в Беларуси. У «Газпрома», «Вайлдберрис», еще один проект конкретно компании «Твелл» по производству аккумуляторов. И два проекта «Славнефти». Их больше, но мы выделили пока только вот эти пять основные. Следующий слайд, пожалуйста. И самое интересное, эти иностранные инвесторы в Российской Федерации. Ну, вот мы уже поговорили, Китай на первом месте с 1,8 триллионами рублей. Второй инвестор для России, как мы видим, на сегодняшний день является Казахстан. Франция, Япония является партнером Франции в Арктик-СПГ-2. Австрия, что невероятно. Такая компания, как «Лассербергер» инвестирует по-прежнему в Российскую Федерацию. Индия, что очень приятно нам отмечать со 150 миллиардами рублей. И Братская нам Республика Беларусь на 50 миллиардов рублей. Следующий слайд, пожалуйста. Это некоторые проекты, которые Казахстан ведет в Россию. Мы хотели бы, я просто коротко скажу, что это проекты добычейные, проекты ресурсные. В общем, Казахстан сосредоточен в первую очередь на этом. Что-то строится, что-то в планировании. Следующий слайд, пожалуйста. Это Беларусь. Белорусский капитал очень активен в обрабатывающей промышленности. И мы это приветствуем. Очень много совместных предприятий между белорусскими компаниями и российскими компаниями. Очень много интересных, ярких проектов в планировании. И мы видим, что Беларусь традиционно инвестирует в машиностроение, в пищевую промышленность, в химическую промышленность, в металлообработку. Следующий слайд, пожалуйста. Тадзикистан, где присутствует капитал России и Узбекистана. И следующий слайд. И Армения, где мы выделяем Российскую Федерацию с 33 миллиардами рублей. Уважаемые коллеги, вот на этом все. Следующий слайд, пожалуйста. На этом все. Спасибо вам большое за внимание. Я надеюсь, что вам было интересно. Хотел сказать в конце, как некий вывод, что мы нуждаемся в вас, нуждаемся в наших партнерах, в евразийском пространстве. И сейчас особенно, да и всегда нуждались. И хотел воодушевить вас, или тем самым показав эти цифры, сказать, что мы только начали, надеюсь, что у нас еще все впереди. Надеюсь, что мы еще пройдем большой путь. Спасибо вам большое. Давайте продолжать инвестировать дальше вместе и работать вместе. Большое спасибо. Я со своей стороны хочу добавить, что мы все друг в друге нуждаемся. И большой энергетический эффект возможен, если каждый будет инвестировать друг в друга, согласитесь. Но для того, чтобы все это работало на едином пространстве, нужно, чтобы было свободное хождение капитала, свободное хождение рабочей силы по пространству. Ну и в том числе свободное движение услуг. И вот это наша следующая тема, тема, следующее выступление. Создание и функционирование в полном объеме единого рынка услуг в сфере строительства. Как снять барьеры, как получается их снимать. И об этом я хотела бы попросить рассказать Захарова Валерия Евгеньевича. Это, напомню, начальник отдела предпринимательства услуг и инвестиций Департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК. Валерий Евгеньевич присоединяется к нам по ВКС. Здравствуйте, вы нас слышите? Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые участники. Мы вас прекрасно слышим. Рад вас поприветствовать на втором Евгеньевском стройкомдрессе. И благодарю, конечно, организаторов за приглашение по участию в таком весьма актуальном мероприятии. Очевидно, как уже подчеркивалось, строительство основного фактора и прайвера экономического и технологического развития ЕЭК. Поэтому мы уделяем особое внимание созданию более благоприятных условий для развития интеграции строительства. В частности, проводится работа по доформированию и расширению единого строительного рынка, инженерных изысканий, проектирования, реконструкции, капремонта, объекта, капстроительства. Единый рынок, как наивысшая степень свободного движения услуг, позволяет оказывать услуги без изъятий и ограничений, даже если они зарезированы при присылении договора о Союзе, на основании разрешения и квалификации, полученных на территории страны регистрации услугодателя, а также бесповторного создания организации в любом другом государстве Союза. Так, в 2015 году, то есть с начала функционирования экономического Союза, фоминтарно и бесформально реализация плана тугоризации, 43 сектора услуг попали в единую рынок, включая 9 секторов услуг строительства и инженерных, наиболее простых объектов на условиях сухого. В итоге большой работы к январю 2023 года формат единого рынка было переведено уже 140 услуг, включая 82 строительных и связанных с ними услуги. То есть это различные другие услуги, которые как бы и не являются строительными, но тем не менее являются необходимыми для строительства. Валерий Евгеньевич, а можете чуть погромче, пожалуйста? Да, да, хорошо. Фактически результаты показали, что в мае 2015 года в единый рынок услуг в сфере стройки из Белоруссии в России работало всего только 6 филиалов и одно представительство. А уже на начало пандемии, это март 2020 года, в России работало уже 29 филиалов, 4 представительства строительных организаций и 50 стройплощадок из Белоруссии. С сентября 2023 года мы наблюдаем уже искреннюю картину. В формате единого рынка услуг в России из Белоруссии уже реально работают 438 филиалов и представительств по всем сферам строительства и стройплощадки. Кроме того, также из Армении работает порядка 15 филиалов из Кыргызстана, 98 филиалов из Кыргызстана. При этом следует отметить наличие обязательств постройки только в рамках нашего Союза. То есть в индикационных объединениях на постсоветском пространстве таких обязательств нет. Однако сегодня единый рынок строительства в полном объеме функционируют только на территории 4 стран Союза. Вместе с тем мы надеемся на расширение рынка строительства в ближайшей перспективе. При благоприятном стечении обстоятельств возможно действие единственного рынка на территории всех стран Союза. Поэтому работа по расширению единого рынка услуг продолжается. И прямо сейчас сторонами согласовываются проекты планов леверализации, обеспечивающие перевод формата единого рынка, 5 укрупненных услуг по генпроектным генпатриальным работам, состоящим из 14 наиболее важных секторов, таких как строительство, спортивные сооружения и мест отдыха, горнодобывающих и химических предприятий, энергетических установок, предприятий, обрабатывающие промышленности и капремонт особо опасных, послуженных технических объектов, а также объектов историко-культурного наследия. При реализации этих планов будет полномасштабная функционирование 90-го строительства, которая динаминизирует развитие строя и индустрии, повысит конкурентоспособность и объемы строительства. В этой связи формирование условий для беспрепятствов функционирования и расширения единого рынка услуг, а также развитие сотрудничества с строительством РФС является одной из важнейших креативных задач в реализуемой телеско-химической институте. Так, при признании разрешений возникали вопросы по соотношению наименований видов работ, на которые выдаются разрешения в государстве членов РФС. Поскольку праве сторон имеются разные наименования видов деятельности, хотя содержать неисходно. Для решения этой проблемы ЕФ 31 января 2023 года принял рекомендацию, которой приложен в сопоставительный перечень разрешений, выдаваемых в позиции субъект для инжиниринга, проектированной строительства, реконструкции, капремонта по практически всем секторам, находящимся в едином рынке услуг. Такой перечень понадобился для установления соответствия разрешений, выданных под них государственных, для практического допуска на рынок и других государственных, а также для контроля и надзора за деятельностью так называемых гостевых услугодателей, работающих по правилам едино-военопоступки на территории других государственных. Мобильный, постоянно актуализируемый такой перечень, дает возможность устанавливать соответствие выданных разрешений между собой. Для автоматического их использования на территории любого государственного союза, без повторного получения лицензии, аттестаторов, вступления в саморегулированную организацию. Поэтому строителям, проектировщикам, заказчикам, регулирующим контрольным органам государственных, во избежание возникновения барьерных ситуаций, крайне целесообразно руководство с этим перечень для безусловной реализации правильного доступа. Само содержание перечня и работа над ним показала содержательное сходство и однородность разрешительных требований по суду. Но кроме того, для пилотной имплементации, без которой, как мы с вами знаем из нашего международного опыта, правила единого рынка услуг не срабатывают на практике и возникает критическая масса барьеров, принята рекомендация номер 40 комиссии 4 октября 2022 года, в котором приложен перечень законов, которые поэтапно должны были быть внедрены правила единого рынка услуга. Кроме того, комиссия работает со сторонами по согласованию проекта соглашения стран союза о признании профквалификации руководящего тех персоналом, в котором будет обеспечено признание профквалификации такого персонала допуска к отдельным видам работы. То есть даже тем, которые у нас планируются привести информацию в течение ближайшей перспективы. Те 14 секторов по объемам подрядным и проектам по особо сложным техническим и сложным техническим объектам. Соглашение, главная цель соглашения, это наделение Европейской комиссией полномочиями по утверждению этого входа в будущем. К большому сожалению, решение вопросов о сотрудничестве строительных регуляторов придется разрешать в отдельном, скорее всего, в межридностном соглашении, входящее в право явность. Такие соглашения, как правило, не длительны в ходе государства согласования и в ходе государства. У нас несколько таких соглашений уже запущено, наоборот, по другим секторам услуг. Ну, соответственно, по строительству мы тоже будем такое соглашение делать совместно с вами, уважаемые коллеги. Иначе, как наберем показ об рамках СНГ реального исполнения соглашения 1997 года о признании строительных лицензий, даже при наличии массы модельных законов и идентичности в то время разрешения требований процедуры, такого признания так и не произошло на практике. Именно поэтому для большего эффекта от наших союзных обязательств необходимо более тесное взаимодействие бизнеса, научных, образовательных институтов и регулирующих формулы стран Союза с Евразией экономической комиссией. В случае, надеюсь, что конструктивное обсуждение в рамках настоящего Евразийского строительного Конгресса всех насущных вопросов усилит инновационные эффекты, а также сконсолидирует усилия для полноформатного функционирования единого страны. В заключение, уважаемые коллеги и участники Конгресса, хочу пожелать всем вам плодотворной и успешной работы, а также новых инициатив и предложений по решению актуальных вопросов. Спасибо за внимание. На любой вопрос я готов ответить. Спасибо. Спасибо, Валерий Евгеньевич. Насколько я поняла из вашего выступления, барьеров становится меньше и унификация законодательства происходит. И вот вы упомянули СНГ. Спасибо вам за выступление. Вы упомянули СНГ и у нас следующий наш выступающий Михаил Евгеньевич Мыскин, директор департамента экономического сотрудничества исполнительного комитета СНГ. Я вот как раз тоже хотела бы затронуть тему унификации законодательства. Вы прилагаете усилия в том числе и к этому, чтобы работали мы в едином правовом пространстве, укреплялась интеграция, чтобы взаимодействовали профильные структуры стран. Насколько успешна эта работа и какова роль формируемых органов? Пожалуйста, вам слово. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Во-первых, позвольте мне поприветствовать всех участников мероприятия от имени исполнительного комитета СНГ. Да, я представляю, наверное, старейшую интеграционную структуру на постсоветском пространстве. И более того, структура хорошо отработанная, действующая. Может быть, это одна из причин, по которой считается, что вот в СНГ уже все не работает. На самом деле все наоборот, все работает. Это как ситуация с часами. Они работают прекрасно, все отлично, мы понимаем, что работают. Как только начинает ломаться, сразу возникает вопрос, а что там было? Поэтому не обращаем внимания. На самом деле сама система экономического сотрудничества в рамках СНГ, она была сформирована много-много лет назад. И с точки зрения структуры, в частности в строительстве, хочу отметить, что 29 лет назад был создан Межправительственный совет по сотрудничеству в строительной сфере. Он до сих пор работает, работает очень активно. В него входят все государства СНГ, причем участие на постоянной основе, очень серьезно обсуждаются вопросы как нормативного регулирования, так и сотрудничества, так и взаимодействия. За 29 лет проведено 43 заседания, которые показали, что вопросов у нас стало не меньше, тем стало больше. Главная задача – это унификация, это гармонизация и, по крайней мере, подготовка основы для сближения наших подходов в основных отраслях. Ключевыми задачами Межправительственного совета является подготовка нормативных актов в сфере строительства. И вот на сегодняшний день существующая стратегия экономического развития СНГ предполагает, что в строительной сфере должны быть разработаны два ключевых документа, которые положат основу дальнейшего развития. То есть Евразийская экономическая комиссия, конечно, проводит огромную работу по созданию единого пространства с едиными нормами, едиными правилами. В этом смысле задача СНГ подготовить почву, что называется, создать некие, так сказать, базовые принципы. Эти соглашения, одно из них соглашение об общих принципах системы межгосударственных нормативных актов. И второе – это концепция ценообразования в строительстве. То есть два ключевых документа, которые позволили бы, соответственно, создать ту самую базу взаимодействия между профильными ведомствами, между организациями, связанными с этой сферой. Межпровестный совет, на самом деле, проводит колоссальную работу, очень много различных мероприятий. Ну вот, как пример, отмечу, что 2021 год был признан в СНГ годом архитектуры и строительства. И, соответственно, огромное количество мероприятий, огромное количество обсуждений и документов было разработано в этот период. Даже сегодня упоминалось заседание проведения строительного чемпионата, которое положило в основу, скажем так, развития и многие идеи. Вот, опять же, на прошлом чемпионате, который прошел в Казани, тоже в рамках СНГ прошло большое обсуждение темы профессиональной подготовки. И это положило, опять же, основу для создания отдельной структуры в СНГ, которая бы занималась вопросами именно профессиональной подготовки кадров для строительной сферы с точки зрения разработки как общих образовательных программ, так и подготовки предложений по оценке квалификации. Ну, а теперь вернусь к главному вопросу. Кроме органов отраслевого сотрудничества, которым является одним из Межправительственных советов по сотрудничеству в строительной сфере, в структуре СНГ действует еще один интересный институт, он уникальный для интеграционных объединений, это базовые организации. Базовые организации это статус получают различного рода профильные институты, научно-исследовательские, образовательные или другие, которые являются неким центром компетенции, представляют собой структурную основу знаний и возможности анализа того, что происходит в сфере. Вот в строительной сфере у нас таких базовых организаций на сегодняшний день две. Одна из них это ФАОФЦС, которую вы прекрасно знаете, она отвечает в СНГ за разработку и анализ ситуации с нормативными документами и с техническим регулированием. И в этом смысле работа ведется очень серьезная, мы действительно много обсуждаем вопросов технического регулирования, понимая, что у нас есть определенные коллизии, связанные с техническими требованиями в разных странах СНГ, а также с той работой, которая проводится в рамках пятерки в Евразийском союзе. И вот наша задача все это вот, что называется, вместе скомпилировать с тем, чтобы мы могли свободно работать не только в странах, входящих в Евразийский союз, но и на более широком пространстве в странах СНГ, в которые входит все-таки 11 государств. Другой структурой как базовой организацией является казахстанская компания, казахстанский институт КАЗНИСА, которая является базовой организацией в сфере сейсмостойкого строительства. Тоже проводится огромная работа в сфере унификации требований, в сфере подготовки предложений по терминологии, по различного рода требованиям именно с точки зрения сейсмостойкого строительства. И вот, чуть ранее упомянув предыдущий строительный чемпионат, когда зашла речь о подготовке квалифицированных кадров, как раз было принято решение, что в рамках СНГ нужна еще базовая организация именно в этой сфере. И сейчас мы очень рады, что пошел активный процесс участия Московского государственного строительного университета, МИСИ включился в этот процесс. Мы надеемся, что в скором времени они станут полноценной базовой организацией, а решение принимается на уровне вице-премьеров государств, причем единогласно, так что организация будет признана базовой организацией, соответственно, на уровне вице-премьеров всех наших 11 государств. Соответственно, мы планируем, что работа будет запущена и в этом направлении. Для информации, говоря о базовых организациях теперь немножко в целом, всего в экономической сфере в СНГ их действует 29. Это и в промышленности, и в сельском хозяйстве, в энергетике, в транспорте, в сфере интеллектуальной собственности, в таможенном деле, в общем, очень много сфер. И я хочу отметить, что в строительстве как раз строительство одна из немногих сфер, где базовых организаций больше, чем одна на сферу. И это очень хорошо, это действительно позволяет нам надеяться, что мы выработаем не просто, так сказать, какие-то общие подходы, общие интересы или, по крайней мере, разработаем наши единые принципы сотрудничества в этой сфере, но и позволит нам наладить правильные, хорошие отношения. Конечно, базовые организации сталкиваются с определенными сложностями, в первую очередь финансирование, но это ни для кого не секрет, везде такая проблема существует. Однако мы проводили недавно анализ деятельности, и по всем базовым организациям хотели сказать, что работа ведется правильно, и самое главное, есть три основных критерия. Первое – это профессионализм, когда действительно люди, работающие в базовой организации, обладают необходимым уровнем компетенции и знаний. Второе – это нацеленность на результат и на создание единых правил, единых норм с тем, чтобы создать возможности для компаний наших стран работать друг у друга на равных условиях и на понятных, самое главное, транспарентных условиях. И третье, самое главное – это давние связи, которые существуют между нашими странами, которые позволяют нам понимать друг друга, что называется, с полувзгляда. Поэтому никакие проблемы ни с терминологией, ни с пониманием. Школа общая – мы все готовы сотрудничать. Вчера как раз обсуждали на нескольких сессиях, что у нас действительно… Нам достаточно посмотреть друг другу в глаза, и мы поймем, что нам друг от друга нужно и как это все развивать. Еще раз, так сказать, завершая, я хотел сказать, что ключевая, наверное, задача любого интеграционного объединения, особенно если мы говорим о чиновниках, это не создавать проблемы, а создавать возможности. Именно создавать ту самую основу, на базе которой эксперты, специалисты, профессионалы смогут дать то самое видение, которое они считают полноценным и правильным для реализации наших планов. Поэтому мы со своей стороны делаем все возможное для того, чтобы все структуры, как государственные, так и частные государства, входящих в СНГ, могли работать вместе и работать на благо главной задачи – повышение благосостояния наших людей и повышение условий их жизни и работы. Тем более, что строительство – это основа основ. Любое экономическое процветание государства начинается со строительства. Спасибо. Спасибо большое. Еще одним условием для того, чтобы проекты осуществлялись инвестиционные на пространстве ЕАЭС – это, конечно же, финансирование. И вот за финансирование у нас сегодня отвечает Олег Васильевич Мельников, исполнительный вице-президент начального департамента банковского сопровождения контрактов Газпромбанка. И хочется узнать, что вообще банковское сопровождение подобных проектов. Какие успехи есть? Какие инструменты используете? Расскажите. Спасибо. Приятно, что Газпромбанк отвечает за финансирование проектов на пространстве ЕАЭС. И действительно, для Газпромбанка работа на пространстве ЕАЭС является приоритетом. Мы много проектов реализуем и в Белоруссии, и в Узбекистане, особенно в Узбекистане. Мы их финансируем. У нас там много партнеров. И давно и с удовольствием работаем в пространстве ЕАЭС. Обратить я хотел внимание действительно на то, что мы делаем на пространстве ЕАЭС по банковскому сопровождению контрактов. По сути, мало кто обращает на это внимание, но это действительно первый в истории Российской Федерации опыт по полноценному трансферу инновационной банковской технологии из российского банка в иностранный банк, в банк-партнер на пространстве ЕАЭС. И здесь действительно банк сопровождения контрактов – это механизм контроля за целевым использованием средств, выделенных или государственным заказчиком или корпоративным клиентом банка на какой-то инвестиционный проект или государственный контракт. И на территории Российской Федерации банк сопровождения принимается давно и является инструментом, зарекомендовавшим себя. И эта технология, когда мы на ней работали, мы думали, что это сугубо российская история. Но выяснилось, что нет. Выяснилось, что нет. И мы с удивлением узнали, один из наших клиентов попросил осуществить банк сопровождения проекта в Сербии. И тут мы поняли, что для нас нет границ и что мы можем работать везде. И начали мы с Беларуси. Там у нас есть дочерний банк. И мы провели работу с банком, интегрировали информационные системы, адаптировали наши сервисы под законодательство, под банк, под проект, который там реализовывался. И осуществили первый такой трансфер технологии. В наш дочерний банк это не считается. Но на самом деле у нас есть банки-партнеры. Сегодня в Кыргызстане, в Узбекистане. И там реализуются проекты с применением банк сопровождения. Отдельно я бы хотел рассказать об опыте Кыргызстана. Он уникален действительно в том смысле, что все случилось совершенно неожиданно для нас. В рамках рядовой командировки в Бишкек была встреча с заместителем министра финансов, где мы рассказали о банк сопровождения. Этот продукт его заинтересовал. На следующий день был с докладом у премьер-министра. И буквально через неделю премьер-министр был в Газпромбанке, в московском офисе Газпромбанка. Меня все ругали из руководителей. Никого не было на месте. Премьер-министр это уровень председателя. И там была определенная суета. Но приехал премьер-министр и мы подписали прямо там же через неделю подписали с министром финансов меморандум о сотрудничестве по банковому сопровождению. И скорость потом дальнейших действий, которая была в Кыргызстане, она была поразительна. Тогда как раз готовился новый закон о госзакупках в Кыргызстане, куда попало банковское сопровождение, как механизм контроля, законодательно установленный. В апреле 2022 года этот закон вышел. И началась работа над подзаконными актами с кабинетом министров. И параллельно мы с тремя ополномоченными банками. Аилбанк, Кереметбанк, РСК-банк вели работу по технологической интеграции, по переводу на кыргызский язык наших сервисов внешних, адаптируя технологии под государственные требования Кыргызстана и под банки-партнеры. Вышло постановление кабинета министров в сентябре, приказ Минфина в октябре и уже в декабре, ровно через год после приезда премьер-министра в Газпромбанк, через год пошли первые расчеты через систему, которая была создана с нуля через уполномоченные банки Кыргызстана под контролем по нашей технологии. И в январе, когда первые расчеты были проведены, мы встречались с министром, министр сказал, не ждем пилота, распространяем на все. И сегодня вот уже 10 месяцев банковское сопровождение в госзакупках Кыргызстана живет полноценной жизнью. И уполномоченные банки, конечно, не просто, сложно, но научились, есть практика. И, конечно, есть сопротивление, связанное с тем, что очень много наличности в обороте. И здесь это тоже проблема государственного уровня, которую банк сопровождения помогает решать. Но потихоньку, постепенно и строительная отрасль Кыргызстана привыкает к этому, и государство привыкает к этому, понимая, что это за инструмент, докручивая там, где это необходимо сделать. И в этом смысле опыт Кыргызстана уникальный. И Кыргызстан вторая страна, которая в госзакупках закрепила банковское сопровождение как механизм контроля за целевым использованием средств, как инструмент прозрачности расходования государственных средств. Что дальше происходило? Беларусь говорит, а нам тоже интересно, а давайте помогите нам, давайте сформулируем, как это должно звучать в законодательстве. Давайте мы внесем изменения. И это движение как раз навстречу друг другу в рамках ЕС. И это не может не радовать. Мы в Беларуси, вот коллега показывал проекты и в Кыргызстане, и в Узбекистане, и в Беларуси. Есть проекты, которые мы финансируем, а есть проекты, которые мы сопровождаем. Например, многофункциональный центр. Он находится на банковском сопровождении в Белгоспромбанке по нашей технологии. И здесь тоже, ну то есть это уже видно, результаты нашей работы видны. Но мы не останавливаемся на этом. Мы сейчас работаем над развитием банковского сопровождения в Узбекистане. Начинаем работать в Таджикистане, и буквально на следующей неделе у нас будут запланированы мероприятия с Центральным банком Таджикистана, где мы расскажем о том, как мы работаем, погрузим в нюансы технологии, ну и в Казахстане. И мы планируем работать в Казахстане. Я думаю, что у нас там тоже есть большие перспективы. Спасибо большое за внимание. Большое спасибо. Успехов вам в этом. Следующая тема, ну как бы давайте от теории к практике. Вот мы много говорили о том, что происходит сближение нормативной базы, о том, что свободное передвижение услуг, свободное передвижение капиталов. А вот давайте спросим, следующий наш выступающий, низом Мирзазада, это председатель комитета по архитектуре и строительству при правительстве Республики Таджикистан. Давайте спросим, а действительно ли все так радужно, как вот нам описывали предыдущие выступающие? Действительно ли нет проблем, или их становится все меньше и меньше, и меньше становится преград для этого передвижения? Расскажите о практике. Спасибо. Позвольте мне искренне приветствовать вас от имени городских строителей Республики Таджикистан. Хочу ответить на ваш вопрос, что мы активно готовы обмениваться мнениями и практиками. Мы также активно сотрудничаем с нашими коллегами из Российской Федерации в рамках соглашения о сотрудничестве в строительной деятельности и Межправительного совета по сотрудничеству в строительной деятельности страны СНГ. Сегонна, активно внедряются новые технологии. Крайне важно поддерживать их на высоком уровне. Для всего этого мы совместно разрабатываем нормативные документации, чтобы мы могли работать совместно, чтобы увеличивался объем строительных корпораций, инновационной активности. Вот буквально два дня, которые мы участвовали на разных совещаниях, мы обменились мнениями и буквально вчера в рамках СНГ. Это вопрос обсуждали. Мы хотим, чтобы поскорее вот эти нормативные документы согласовались, чтобы подписали и в рамках этих барьеров, которые у нас раньше были, чтобы убрали от этого. И будем работать совместно. Спасибо. Большое спасибо. Ну, собственно, судя по лаконичному ответу, вы положительно оцениваете ту работу, которая ведется объединениями. Спасибо большое. Спасибо. Итак, следующий наш выступающий Анатолий Иванович Нечкасов, председатель Республиканского союза строителей Республики Беларусь. И практически тот же, наверное, вопрос я вам задам. Как вы оцениваете важность развития процессов интеграции и промышленной кооперации в строительной деятельности? Ну, какие, может быть, выделите тренды взаимодействия между Республикой Российской Федерацией и другими участниками государств Большой Евразии? Благодарю за вопрос. Но вот уже разогрели эти темы. На самом деле, тренды, они обозначились в ходе совместной работы. Если вспоминать, начиная с 1993-1994 года у нас заработал Межправительственный Совет СНГ по строительной деятельности, то далее в рамках формирования Евразес, этого экономического пространства, ну, мы уже создали определенную систему взаимодействия на уровне ЕЭК и Евразийского экономического совета, ну и, естественно, между странами, которые традиционно входят в пол наших интересов. Сегодня замечательную совершенно мы увидели здесь статистику о инвестициях в строительной деятельности. И, конечно же, могу сказать, что главным драйвером, главным, наверное, источником инвестиций в строительную деятельность на сегодня является Российская Федерация с многочисленными проектами, которые реализуют на территории как Белоруссии, естественно, всех наших дружественных стран. Конечно же, если относить к организации строительных объектов, организации строительства объектов, то нужно выделить, конечно же, целые отрасли. Это энергетика, это транспортное строительство, это все, что связано с социальными вопросами нашего населения, я говорю о жилищно-гражданском строительстве. Ну и, безусловно, те новые обстоятельства, в которых мы сегодня все работаем, они позволили сконцентрироваться на этом плотном взаимодействии. И, может быть, пандемийные года и после них мы сегодня более активно работаем. Здесь прозвучали цифры ЕЭК, насколько Беларусь выросла в количестве проектов на территории России. Я скажу, что и российское сообщество строительное, они достаточно активно работают с нами. Беларусь традиционно поддерживала и поддержит, и будет поддерживать, конечно же, отношения с нашими костанскими партнерами, с Таджикистаном, со строителями других республик, потому что в условиях экономической такой турбулентности мы перешли уже к качественно новому взаимодействию со строительными ресурсами, которых, как мы говорим, не хватает. Зачастую, не называя, в общем-то, главную причину, мы все находимся в демографическом спаде. И территория бывшего Советского Союза, Российская Федерация, Беларусь, Восточная Европа и так далее, мы все находимся в дефиците работающих людей. В Беларуси полтора миллиона работает граждан из девяти с половиной миллионов, и чуть больше, чем полтора миллиона у нас пенсионеры, а также есть молодежь и другие. Об этом не нужно забывать. И вот то, чем сегодня занимается наше экспертное сообщество, например, оценивает возможности технологического развития, технологического роста. Не зря называется наша панельная сессия «Новый технологический горизонт». А куда же мы движемся? То есть что будет? И какими средствами наши растущие потребности в экономике реализовать? Как строительные проекты можно реализовать, имея меньшую численность работающих на строительных площадках? Более того, отрадно отметить, что такие компании, как «Росатом», например, они демонстрируют просто феноменальный рост количества объектов, их сложности, мощности за рубежом. Это специально подготовленные люди. То есть мы говорим не просто о подготовке кадров, а мы должны себе дать отчет в том, что работающие сегодня на строительные площадки в среднем прикасаются к предмету своего труда только на 18% рабочего времени. И вы знаете, в дальнем зарубежье картина не лучше. Там 35% на мегапроектах, на хорошо организованных стройках и так далее. И вот сегодня нужно ставить вопрос не цифровизации ради цифровизации, не новые машины, механизмы и так далее. Организация строительного производства является главным, наверное, сегодня будет трендом, который может привести к успеху. Если мы хотим, чтобы мы прикасались к предмету своего труда на строительной площадке, ну, например, на 50%. Это какая должна быть организация? Вот сегодня на деловом завтраке компания «Самолет» об этом говорила. Они великолепно организовали работу внутри корпорации своей компании. Я уже не говорю о том, что государственная корпорация «Росатом», она максимально приблизила все строительное сообщество к тому горизонту, до которого нам не добежать другим строителям, линейным и неотраслевым, зачастую на своих строительных площадках. Нам нужно всем двигаться. У нас есть, в принципе, модель, топовая модель, мировая модель, глобальная модель, как хотите, значит, «Росатом», которая сегодня предоставляет эти возможности. Сколько предложено республике только Беларусь проектов компании «Росатом». Я имею в виду проектов развития технологического, колоссальное количество. Это и материалы новые, композитные материалы, это мультидэй-системы организации всего жизненного цикла здания. У нас есть все, и мы взаимодействуем, и мы здесь собираемся, и благодаря тому, что мы друг друга слышим, мы будем расширять наше сотрудничество. И поэтому именно мы подписываем в течение этих дней нашего чемпионата документы о таком сотрудничестве. Вот мы вчера подписали аналогичный документ, очередной документ. Это соглашение о участии в международной компании, которая будет заниматься совместно в трех странах Российской Федерации, Таджикистан, Беларусь. Присоединятся другие, мы знаем это. И будет взаимодействовать на строительных площадках, на практике. Что бы я хотел подчеркнуть вчера, меня коллеги поддержали, Геннадий Станиславович тоже поддержал эту мысль. Что важно, на мой взгляд, нам нужно перейти уже от теоретизирования, перейти от разработок сценариев, концепции, стратегии, может быть. Они нужны, конечно, да? Но нет, главное, у нас очень мало времени. Нам нужно осуществить максимально ускоренный переход от традиционного сотрудничества, я генподрядчик, вы подрядчик, субподрядчик и так далее. Просто к прямому взаимодействию строительных комплексов, строительных организаций, к объединению, к корпоративной работе. Потому что мы все в одном доме живем, мы это знаем прекрасно, и мы оттуда вышли. Всем желаю успеха и спасибо большое за предоставленную возможность. Большое спасибо, Анатолий Иванович. Спасибо, что подняли такие важные темы. Как известно, решением Высшего Евразийско-экономического совета от 11 декабря 2020 года Куба получила статус государства-наблюдателя при ЕС. И в этом году в рамках 20-го заседания Российско-Кубинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству был подписан целый ряд документов о взаимодействии. И сегодня у нас в зале, и сейчас будет выступать, Рикардо Карбаха-Челлало, заместитель министра строительства Республики Куба. И я бы хотела спросить Вас о том, каким Вы видите нынешний уровень сотрудничества Вашей страны со странами ЕАЭС и с России в строительной отрасли и обозначить основные направления инвестиционного сотрудничества. Рикардо Карбаха-Челлало, заместитель министра строительства Вашей страны и обозначить, и обозначить инвестиционного сотрудничества Вашей страны. Нимагаданна Порта Кутеровинского и обозначить инвестиционно. и развитие в секторе конструкции. — Раз, раз. Спасибо. Извиняемся за технические неполадки. — Мы извиняемся за технические неполадки. — Спасибо. — И, как говорил господин Весеминистр, наша страна на протяжении больше 60 лет находится под сильным давлением, ну, блокад, который не позволяет нам в большей степени принимать технологии, новые технологии. — Несмотря на все трудности, наше правительство составило план развития, в частности, в сфере строительства до 2030 года. — Проведена огромная работа по привлечению инвестиционного капитала. Тем самым были разработаны конкретные меры, конкретные законы, которые регулируют работу иностранного инвестора на Кубе. — В настоящее время совместно с правительством Российской Федерации были приняты ряд решений по совместной работе в сферах важных для промышленности Куба, как сахарные отрасли, энергетика, строительство, жилье, ну и другие. — Также в туризме, конечно. — И подписан меморандум о взаимодействии, которые позволяют в большей степени регулировать и предоставить очень хорошие возможности для инвестирования с поддержкой государства. И как было озвучено на этом совещании по поводу того, что влияние, скажем так, решений, участия правительства в принятых вот этих решений, помогает преодолевать трудности, барьеры, которые возникают в процессе согласования каких-то конкретных проектов? — Наша страна открыта для всех желающих принять участие в проектах, которые сейчас разработаны и которые требуют определенной поддержки, скажем так, членов, участников данного мероприятия, участников, которые захотят инвестировать на Кубы, господин гостемминистр приглашает. И добро пожаловать. Tenemos que desarrollar en el sector de la construcción todo lo concerniente a la producción de materiales de la construcción, modernizarlo. — Одно основное направление, с которым мы сегодня, делегация Кубы, приехала на этот чемпионат, это является поиском ресурсов строительных, современных, в сфере строительства, жилья конкретно. И были бы рады также в этом направлении сотрудничать. И la introducción de технологии, como hemos visto aquí, de технологии de la construcción, como hemos visto que está. — А также внедрение новых технологий, которые были представлены на этом чемпионате, также хотелось бы на них обратить тоже внимание. Мы готовы также сотрудничать и приглашаем, чтобы... Entonces, aprovechamos la oportunidad para invitarlos a la Feria de La Habana, que se va a realizar del 6 al 11 del mes de noviembre. — Также, пользуясь случаем, господин vice-министр хочет приглашать всех участников в Гавану в октябре... — De noviembre. — Ага. — В ноябре, с 6 по 11 ноября, в городе Гавана будет происходить ферия, ну, скажем так, форум, ферия промышленности, где могут принять участие все желающие. Вот, приглашаем. — Donde podrán contactar directamente todas las posibilidades que tiene nuestro país. — Где можно будет познакомиться воочию, напрямую, с теми потребностями, которые сейчас, на данный момент, имеет наша страна. — Muchas gracias. — Большое спасибо. — Большое спасибо за выступление и за приглашение. Далее хочу попросить продолжить эту тему господина Ньян Бьинт Кьё, которое расскажет, я хотела бы, чтобы Вы рассказали о текущем состоянии строительной отрасли в Вашей стране, в Республике Союз Мьянма, и каким опытом Вы бы хотели поделиться с партнерами, или, возможно, Вы уже что-то увидели на этом форуме и хотели бы это отметить. — Хорошо. Ну, во-первых, хотел бы выразить искреннюю благодарность за приглашение нашей делегации на этот чемпионат. И сначала представлю свою страну, о ней расскажу. у нас и название страны тоже изменилось не так давно. Расскажу затем о ситуации в области строительства в Мьянме. Расскажу о тех возможностях, которые имеются и которыми Вы можете воспользоваться именно в строительной области. Итак, наша страна находится в Юго-Восточной Азии, и соседними странами являются Бангладеш, Китай, Лаос и Таиланд. У нас есть взаимоотношения и сотрудничество с Россией и с некоторыми другими странами этого региона, близко к России. За последнюю декаду это было в основном в области обороны, промышленности. Кроме того, наши студенты также учатся в России и в регионе ИАЭСМ, сотни студентов учатся в УАЭСМ, и глава нашей делегации, министр строительства, доверил мне сделать презентацию на этой сессии, потому что я профессор градостроительства университета Айянгон, Мьянме. Университет наш был построен инженерами и архитекторами из СССР. Это было, строительство длилось с 1957 по 1961 год. СССР строил наш университет, и у нас девять делегатов, сюда приехали, семеро из них закончили именно этот университет, Янгон, построенный русскими. И мы рассмотрели ситуацию в стране с тем, чтобы поделиться с вами соответствующей информацией. Наша страна стремится к развитию, и лет 30 назад мы еще считались развивающейся страной. Были намечены некоторые проекты, включая весьма крупные проекты, но и все небольшие проекты. Есть у нас и большие, и сложные проекты, и в них, конечно же, необходимо сотрудничество с иностранными государствами. В основном с нами сотрудничают в крупных проектах Япония, Китай и Южная Корея. Но мы наработали в этом сотрудничестве собственный опыт и теперь сами способны осуществлять некоторые большие строительные проекты. Однако требуется совершенствование во многих секторах. Так что, конечно же, есть возможности для иностранных стран, компаний, инвестиций прибыть в Мьянму. В принципе, они требуются во всех секторах экономики. Нам нужна и техническая, технологическая помощь, нам нужны технологические переходы и просто строительство тоже. Теперь я бы хотел рассказать о тех возможностях, которые открываются в нашем регионе для потенциальных партнеров. у нас уже есть помощь технологическая из России и других стран этого региона. Мы бы хотели расширить орбиту нашего международного сотрудничества и мы хотели бы активнее развивать и инвестировать в строительство и формирование специальных экономических зон. потому что все экономические и юридические преграды мы практически устранили. Вы сможете работать в рамках таких экономических зон без особенных затруднений. У нас несколько таких зон, но для именно в этом регионе вас может заинтересовать особая экономическая зона Дайуэй. Она особенно будет удобна для инвестиций. Я приглашаю активно инвестировать российских партнеров в строительство инфраструктуры, дамбы, гидростанции, дороги и так далее. Такие города, как Янгон, крупные центры, в Янгонге 6,2 миллиона человек живет, как в других городах, это города миллионники. В них мы ориентируемся на строительство многофункциональных комплексов, с включением жилищного строительства и других видов строительства. Также мы активно развиваем технологические аспекты в плане перевода и передачи технологий и создаем необходимые условия для раскрытия институционального потенциала. Мы сейчас активно развиваем это пространство особой экономической зоны Дайуэй, которое составляет 196,5 квадратных километров. Однако мы еще находимся на начальной стадии. У нас есть глубоководный порт со всеми необходимыми портовыми инфраструктурными сооружениями. У нас есть дорожное сообщение, дорожное сообщение. Если дальше через Индийский океан можно будет осуществлять проходы, через восточный коридор пройдут пути сообщения, то тогда наше текущее состояние и в строительной промышленности и готовность зоны дадут вам возможность работать со всеми секторами. Мы активно предлагаем вам принять участие в развитии инфраструктурных и других проектов в нашей стране и в соседнем регионе. Мьянмар нехорошо, может быть, еще до конца вписался в этот регион, но в качестве некого вступления и стартовой возможности я всех предлагаю к активному сотрудничеству. Благодарю. вы открываете для нас свою страну. Ну что ж, наша панельная дискуссия завершена. Я благодарю всех ее участников за очень содержательный разговор, за то, что поднимаете очень важные для отрасли темы. Большое спасибо всем и успехов. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok